Привет, с вами Артем Романов. Сегодня я хочу вам рассказать о том пути, как я проехал на машине из Банска до Москвы. Вообще есть несколько путей. Первый это через Европу ехать, второй через Украину. Там бывают изменения с Румынией и без Румынии. И еще один путь есть через Турцию. Я, насколько знаю, я последний раз ехал из Банска в Москву через Украину в Румынию. Если поставить навигатор, ну Google, скажем, спросить, он скажет ехать через Русе. Лучше так и делать. То есть мы ехали не так, мы ехали через Бургос в Варну, потом до Кишинева. Из Кишинева до, грубо говоря, Киева. Вот, навигатор ведет через, ну по прямой, да. Но там, получается, въезжаем в Приднестровье. И на той границе, которая ведет напрямую от Кишинева до Киева, нас не пропустили. Так как у нас было три молодых человека. И с ситуацией в Украине нас, в общем, развернули. И отправили на другую границу. В итоге мы поехали в сторону Одессы и переехали границу Первомайская, называется. Там 130 километров между ними, но, тем не менее, мы проехали Первомайскую с собеседованием на въезде в Украину. Собеседование заключается в том, что должны быть основания для того, чтобы ты, как бы, приехал в Россию, чтобы ты не остался в Украине. В моем случае это был российский паспорт с московской пропиской. У кого-то был, у нас, у парнишка, у него был молдавский паспорт. То есть, с их паспортом вообще без проблем пустили. Карточку мою, временного жительства в Болгарии вообще никак они не рассматривали. И молодой человек с нами был, так как мы вроде как прошли, ну, на кофе немножко оставили, и он сказал, езжайте, все в порядке. Он был с девушкой, у девушки была справка, что она беременная, и поэтому, как бы, он... В общем, я думаю, пропускает большинство, но так или иначе нужно доказать свою необходимость попадания в Москву. Ну, или откуда едете, понятно, там, едем из Болгарии с моря. Значит, что касается дороги, я разбил дорогу на три части. Это первая, из Банска до Кишинева, это примерно 1100 километров. С Кишинева до Киева, это тоже примерно 1000 получилось, там, 900 с лишним километров. И с Киева до Москвы. Значит, границы. А, что касается дорог и границ, значит, дороги по Болгарии тут, понятно, хорошие, в принципе. На... по побережью я специально не поехал, для того, чтобы не попасть в пробки. Так как сейчас август, как бы, там машин много, я объехал, ну, немножко дальше дорога от побережья, не очень хорошая. Но, кого спрашивал, рекомендовали ехать через Русе. То есть, это еще дальше от моря, как бы, там хорошая дорога, как говорят. Значит, в Варну заехал я, забрал ребят и поехали мы на Кишинев. На самом деле, 1100 в первый день это было достаточно много. Я выехал в 7 утра и приехал я в Кишинев в 2 часа ночи. В 2 или даже 2 с половиной. Ну, то есть, это было очень долго. При этом, я там останавливался пару раз на... отдохнуть по полчаса. Ну, в общем, вот так доехали. С Кишиневом мы поехали. Граница рядом. Дорога плохая. Вот там на границу, которая по прямой дороге до Киева, граница плохая. Дорога плохая. Обязательно нужно взять бумажку на въезде Приднестровья, для того, чтобы не было проблем на границе. Так, дальше. Значит, оттуда мы по Приднестровью поехали до другой границы, в сторону Одессы. То есть, лучше ездить через Одессу все-таки. Что касается границ. Ну, самая проблематичная, конечно, граница, это в Украину въезд. На границе, получается, Болгария, Румыния. Мы встали небольшую пробку. То есть, на въезде нужно закладывать там 2 часа на границу. Можно, в принципе, Румынию и объехать. Там порядка 200 километров. Объезд будет, чтобы лишние 2 границы не проезжать. Но мы вот не поехали. То есть, мы как бы вот... И мы проскочили хорошо. Была большая очередь, но мы проскочили. Благодаря, скажем так, московской наглости некоторых пассажиров. А вот, значит, потом, в Приднестровье, обращая ваше внимание, в Приднестровье, на заправках нельзя рассчитаться ни одной из карточек и никакими валютами, кроме приднестровских рублей, которых у нас, естественно, не было. На вопрос на заправке, а можно ли заправить вас с карточки, они говорили, да, можно. Но только карточка Радуга. Это их внутренняя карточка. То есть, мы на лампочке проехали все это при Днестровье. У нас на подъезде границы оставалось 35 километров по спидометру. Ну, в общем, мы проехали нормально. Приехали в Одессу, погуляли по Одессе. Давно мечтал я побыть в Одессе. В общем, мы в Одессе были пару часов, наверное, искупались и поехали в сторону Киева. Заночевали мы уже за Киевом, чтобы с утра не проезжать город. Мы по обездной ехали, но тем не менее. Мы заночевали и поехали в сторону Москвы. Значит, на выезде из Украины, в принципе, проблем не было. В заключении просто небольшой очереди, там, на час. Ну, то есть, вот мы за полтора часа выехали из Украины без проблем. Вот. Но потом началось интересное. Въезд в Российскую Федерацию, очередь была часов на 7-8. Это было воскресенье, после обеда. То есть, понятно, все едут работать в Москву, кто с моря едет. В общем, очередь приличная. И очень многие россияне приходили к погранцам и спрашивали, как бы мы, российские граждане, не можем ли мы как-то въехать? И как бы в порядке живой очереди. То есть, потом, после въезда уже на территорию России, там очередь разделялась на иностранцев и россиян. Да, там россиян, конечно, гораздо быстрее пропускали. Но вот это первая очередь в нейтральной зоне. Там нет ни заправки, ни попить. Туалеты ближе к российской границе стоят. Ну, то есть, нужно прям запастись собой там водой, едой. Не знаю, чтобы прям вот пару часов точно там будет. Ну, смотря в какой день. Дальше поехали по России. В принципе, нормально. Я поехал по платной дороге. Платная дорога, два раза была оплата. 80 рублей, 50 рублей. При этом две полосы в одну сторону. Ограничение 130, отлично. На подъезде к Москве, конечно, были пробки, но это уже было 12 ночи, в принципе, небольшие. Вот. Что еще хочу сказать. Ну, вот такой у меня был маршрут. Он занял у меня, я выехал из Банска в 7 утра, в пятницу. И приехал я в воскресенье, поздно вечером. Ну, то есть, уже за полночь я приехал в 2 часа. При этом каждый день я ехал 1100, 1000 и что-то 800 или 700 там. То есть, у меня получилось не как по навигатору 2400, у меня получилось 2600 с чем-то. Вот. Если ехать через Европу, мы сюда ехали через Европу, получается 3300 по навигатору. Ну, примерно так и получится, потому что никуда особо не сворачиваешь, едешь по дороге. То есть, отлично. Рекомендации какие, если вы едете, ставьте заранее Бла-Бла-Кар и забирайте народ. Как бы народ с моря едет, на море едет. Там, с Кишинева очень много, с Молдавии в Россию. Ну, естественно, только осторожно, чтобы никаких там не брать ненужных людей. То есть, я взял молодых ребят, мы все вместе общались, ехали, веселились. Было здорово. Спасибо Славе и другим людям, с которыми я общался по поводу этой дороги.